Здоровки, Омега! Рад приветствовать тебя на канале Омегон, и сегодня у нас реакция на трудности перевода. Dead Space, погнали посмотрим! Погнали, дружище! Еф, стоп гейм! Выпуск трудностей перевода, посвященный Dead Space, появился исключительно из-за того, что вы просили разобрать нечто старое и потенциально годное. А в этой игре провести 15 часов мне просто-напросто приятнее, чем в Варкрафте, выработанная с годами аллергия на РТС, уж простите. Сам бы я за подобный проект не взялся по одной простой причине, и в той и в другой игре качество локализации значения не имеет. Не потому, что игры плохие, а потому, что они не про озвучку и не про диалоги, которые конкретно в Dead Space в первую очередь исполняют роль цели-указателей и, не знаю, справочника по ремонту и шимуры. А текст с подобным содержанием довольно сложно испортить, тут просто нечему ломаться. За всю игру звучит примерно 400 технических терминов, одна астрота и одна фраза со слабым намеком на игру слов, которую, кстати, переводчики таки выпилили во славу Альтмана. Но не будем о грустном. Чем же перевод нас порадует? Во-первых, адаптации текста. Шрифты, конечно, ущербны чуть менее, чем полностью, но тех, кто играл во вторую ч-асть Dead Space, таким не напугать. Планировал я даже простебать, что это натуральный калибри болт, но после рендера стало очевидно, что даже сраный калибри выглядит приятней. Однако сами буквы мало кого заботят, в отличие от интерфейса, что в Dead Space был вписан органичнее, чем в какую-либо игру до этого. Бегущая строка над проходами, информация на всех дисплеях, название оружия и прочих интерактивных объектов переведены. Никакими субтитрами или всплывающими подписями лаконичность стиля местного хада не портится. И хотел бы я сказать, что перерисованы в догонку и текстуры, но нет, адаптирован под русского игрока был лишь текст. Плакаты и сопутствующий декор существуют исключительно в исходном виде. В сети встречаются высказывания, датируемые 2009 годом о том, что практически каждая надпись на стене переведена на русский. Но сам я те времена уже не помню, а локализованную версию, купленную в Origin месяц назад, вы сами сейчас видите. В догонку к грамотно адаптированному интерфейсу, не менее детально были прописаны на русском те самые термины, что занимают половину хронометража всех диалогов. Запор отсека переработки снабжен контрольным блоком. Передающий кластер совсем плохо. Говорит сержант Ньюман, охрана летной палубы. Вот это каша. Система метеоритной защиты. Не рискно опять же судить о корректности терминологии в плане перевода профильного, но главное, что название отсеков, элементов корабля и прочую техническую чепуху персонажей не коверкают от сцены к сцене. Привет 4-й Uncharted с ее шорлайн. Морской патруль. Боевой патруль. Ах, ну да. Если аббревиатуры CEC и USG были использованы раз, то так они и звучат до конца. Но тут появилась CEC и начала разрывать планету по кусочку. Если название костюма адаптировали, как индивидуальный комплект самообеспечения с оригинального RIG, Иксом его и называют. Хоть на экране связи в локализации и красуется RIG-Link. Черт, опять исчез. Я не вижу сигнала его Икса. Придется выбираться самим. Исключение из всего этого есть и ровно одно. Глицерин. Готовь термин из медицинского сфердия. Найди на медскладе глицерин. И хотя наличие глицерина на медскладе логичнее, чем смеси, известной у нас как термит, в стане переводчиков явно произошел некоторый конфуз. Найди на медскладе глицерин. Хорошо. Термит, что ты подобрал, запросто прожжет эту баррикаду. Ты достал электроподушку. Теперь прикрепи к ней термит и цепляй все на баррикаду. В умелых руках прожжет вообще любую поверхность. Как-то раз я добавил С4 по вкусу. Блюдо удалось на славу. Чисто по вкусу? Оу. Ну и в завершение темы имен собственных и текста, хочу спросить локализаторов. Че, думали никто не дочитает список имен погибших? Ага. А-а-а. Думали не станут, да? Ладно. И так сойдет. И так сойдет. Но все это на самом деле шутки и сказано так для полноты картины. Что касается перевода непосредственно диалогов, видео-аудиозаписей и так далее, то ошибок, допущенных по невнимательности или из-за отсутствия контекста, избежать не удалось. Но их, благо, и десятка не наберется. Лишь пара из них порождает откровенно идиотские сцены. А остальное, это ни на что не влияющие нюансы. Да, к тому же довольно спорные. Слава богу, ты в порядке. Я пытался добраться до тебя. Кто-то посторонний блокировал сигнал моего эса. А, ну и разумеется мат. Его тут нет. Этил гребаный стероид. Мостику конец. Ну, а у нас культура, у нас цензура, зачем нам мат, естественно. Дерайся оттуда, сейчас у нас... Задницу, ССС и командную цепочку. Ну и хуй с ним. Но все молчали. Сос, Сос, Сос. Сестра от СОС. Пациента еще нет. А я знаю. Единственно верный вариант звучания сигнала СОС. Вот. А для голосового призыва о помощи вообще используется слово Мэйдэй. Мэйдэй, Мэйдэй, Мэйдэй. Это USG Ишимора. Время обсуждать серьезное дерьмо. Перевод в целом хорош. Я постоянно повторяю эту фразу в каждом выпуске. Если, конечно, речь не про Uncharted 2. Но это самая подходящая оценка для большинства наших переводов. Речь именно про текст. В случае с Dead Space этот вердикт обоснован двумя факторами. Первый, большая часть этого текста звучит в виде аудиозаписей или переговоров по рации. Следовательно, необходимость в липсинке как таковом почти пропадает. Основная причина искажения смысла в локализациях именно укладка текста, а не перевод. Чтобы было понятно, о чем речь, вот так выглядит дубляж среднестатистического диалога в современной игре. А вот дубляж типичного для Dead Space монолога. Когда лиц в кадре нет, никакого липсинка проводить не приходится. А значит и простора для одновременно и грамотной, и в меру дословной адаптации произносимого в избытке. Лишь бы начало и окончание сообщений совпадали с оригиналом по таймингам. Однако, если говорящего видно, синхронизируется уже каждая фраза. И весьма показательно, что в таких-то моментах и теряются некоторые детали. Но, самое время вспомнить о втором факторе, влияющем на оценку перевода. Насрать. Действительно насрать. Взаимодействие протагониста с остальными персонажами и самой вселенной этой игры настолько поверхностное, что любой прокол локализации способен повлиять на восприятие сюжета не больше, чем неверный перевод вот этого предложения в этом текстовом сообщении. Так что даже те косяки, что способны несколько подпортить впечатление от большинства проектов, уже побывавших в этой рубрике, никакую бурю негодования и близко в данном случае не вызывают. Так это и есть Ишимура? Интересно. The USG Ишимура. Biggest planet cracker in her class. Так это и есть Ишимура? USG Ишимура. Класс планетарный потрошитель. Never heard of a total communications blackout on one of these things. You'd think with a thousand people on board, someone would pick up the phone. В жизни не слышала, чтобы на таких кораблях были проблемы со связью. Что там? Никто не может поднять трубку? Самый большой из кораблей своего класса. На борту должно быть в районе тысячи человек. Вот какая информация в процессе укладки русского текста была утеряна. Но кому не насрать? Размер посудины на восприятие масштабов трагедии не влияет, ибо других подобных судов игрок не видел. А отчет убитых некроморфов не ведется. Если бы, к примеру, в локализации The Last of Us была просрана фраза о том, что Элли самая большая из кораблей своего типа, то есть единственная, у кого иммунитет к вирусу, это был бы дикий фейл, по понятным причинам. Здесь насрать. В последней Uncharted Сэм зовет Нейтана исключительно полным именем, что имеет смысл, так как они братья. В дубляже как раз не зовет. Досадное упущение. В русской версии Dead Space и Николь, и Кендра периодически обращаются к главному герою, используя слово «Айс». В английской же версии только «Айзек». А ведь «Айзек» и «Айс», это как-то, ну, ладно. Казалось бы, с чего вдруг? Но насрать, ведь обоснованный сюжетом разницы между использованием сокращенного имени или полного здесь нет. «Айз, Айз, Бэйби». Ну, не знаю, ну, блин, Айз и Айзек, ну, как-то это... Тут, я соглашусь, это какой-то большой косяк прям. «Мы одно целое». «И мы одно целое» смотрится несколько не к месту, учитывая, что на протяжении всей игры из уст разных персонажей звучали различные вариации фразы «Сделай нас единым». Но внезапно в дубляже финальной главы вместо «Мы вновь едины» звучит «Мы одно целое». Но насрать, по той же причине, как на все остальное. Потому что это не юмор, для сохранения которого нужно дословно повторить звучавшую ранее фразу, как было здесь. Просрано. «Меж тем все мои планы идут к черту». «Все вокруг тебя идет к черту». Это не цитата. Вещь по определению неизменная, как скажем «Передашь девчонку, и долг будет прощен». В конце концов, вот этот эпизод с откровеннейшим ляпом в переводе. «Амир, я знал, ты догадаешься, что надо сделать. Я знал, я так люблю тебя. Ты справилась, слава богу, ты справилась. Я знал, что ты сможешь починить челнок директора и покинешь это место, но сейчас это невозможно». Из услышанного становится ясно. Персонаж чокнутый на всю башку, и Айзека он спутал со своей женой Амелией. «Я что, твою мать, похож на какую-то бабу?» «Ну давай, сука, еще раз повтори. Давай, пи*** раз, назови. Назови меня Амелией еще один ё*** раз». Хотя, на самом деле, хоть он, конечно, и поехавший, но не до такой степени. «Я знаю, что ты не знал, что ты не знал, что ты не знал, что ты не знал». «Ты сделал!» «О, спасибо, что ты сделал!» Это сам по себе серьезный косяк перевода. Если бы подобный прокол просочился в локализации Bioshock, Far Cry, Uncharted или The Last of Us, я бы в своем панельном доме все шесть этажей под собой прожег моментально. Но в Dead Space, господи, да кому какое дело до того, насколько этот мужик ё***тый, если вся его роль в жизни главного героя сводится к вбрасыванию указаний, куда пойти и что нажать. «То есть всегда риск, когда ошибки высоки. И здесь они огромные. Это может менять все. И это, что меня беспокоит. А сейчас они высоки, как никогда. Это меня и беспокоит». Какое кому дело, что конкретно его беспокоит. Единственное, что несколько расстраивает, так это подобное упущение, к примеру. «То передадим все находки церкви. Теперь правительству не удастся скрыть правду». Потому что это отсылка к одному из основателей юнитологии. Вот этому. Правда, здесь он почему-то упоминается как Атман. Но куда, черт побери, эта отсылка делась? «Отман, бейпраизд». Ну и, разумеется, та самая единственная острота, упомянутая на первой минуте выпуска, не могла не пострадать. «По чем это стоит, ты сделал отличный работой, Исаак. До свидания. Она вина. Если для тебя это что-то значит, ты проделал отличную работу, Исаак. А теперь прощай. Люблю тебя. А теперь прощай. Вот она, вот она... Люблю тебя. Полезла, полезла от себя. Так как финалы предпоследней главы. Уж думал, не появится. Всем давно известный факт. Если взять первые буквы из названий глава... Хорошо совместил два кадра ролика. ...оригинала, получится словосочетание, переводимое как Николь мертва. А если проделать тот же трюк с главами локализованной версии, получится пиосош... Хрен знает, зачем я эту дурость вообще озвучил. Видимо, просто чтоб ты мог оставить гадкий комментарий на YouTube, пока срёшь. Но так или иначе, несмотря на то, что количество... Ну, это невероятно. То есть в словах был изначально запрятан такой секрет. Это очень круто для игры, реально. То есть над озвучкой, оригинальной озвучкой работали прям... прям плотно. ...бук в словосочетании Николь мертва совпадает с количеством глав? Придумать название шестой, начинающееся с мягкого знака, было бы проблематичненько. Но хоть перевод Dead Space загубить невозможно, озвучка всё ещё является весомой составляющей атмосферы. И в ней, по крайней мере, фальш чувствуется всегда, в отличие от адаптации бездушного текста. Но для начала про то, как звук сведён. Шумы, хрипы, помехи. Всё это необходимо из-за специфики продукта, где почти любая речь звучит по радиосвязи или в записи. Слава священному обелиску, всё на месте и интегрировано в локализации не хуже, чем в оригинале. Звук — одна составляющая крепкой атмосферы. Озвучение — другая. И встречает нас игра таким же многообещающим дубляжом, как и Bioshock Infinite. И да, чёрт возьми, Николь хороша. Всё разваливается на части. Не могу поверить в то, что происходит. Айвик, где ты? Помоги мне! Айвик, где ты? Помоги мне! Но! А вы думали, обойдётся без нож, что ли? Добрая половина актёров дубляжа Dead Space входит в образы своих персонажей, показанные в момент первого их появления, и не выходит из них на протяжении всей игры. Даже когда нужно. Айвик, Николь, я хочу, чтобы ты помогла мне. Помоги нам! Сейчас! Айвик, это Николь. Ты должен помочь мне. Ты должен помочь нам. Я... Я в диспетчерской. Просто из-за этого сильно сужается диапазон выдаваемых персонажем эмоций. У нас нет оборудования, чтобы их лечить. На стол его. Сестра, держите крепче. Я надеюсь, мне сейчас можно просто поржать, а не объяснять, почему в данной ситуации фраза «На стол его» сказанная вот так звучит крайне тупо. Можно, да? Отлично. На стол его. Сестра, держите крепче. И как я уже сказал, подобный побочный эффект локализации затронул не только Николь. Многие персонажи звучат монотонно. Выглядит ли локализация из-за этого фальшиво? Нет, не выглядит. Актеры отыгрывают, неплохо отыгрывают. Просто добрая половина героев представлена далеко не так живо и естественно, как в оригинале. Слышно, большая и тяжкая. Я сообщу, когда я знаю больше. Не знаю, что-то большое и массивное я сообщу, когда выясню больше. Это мятеж. Вы уже пытались мятеж. Какие-то. Дайте их слушать причины. Это мятеж. Вас будут судить за мятеж. Кейн, да заставьте же их прислушаться. Пожалуйста, говорите Дону. И, 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 и. Пожалуйста, передайте Дону и детям, что я люблю их. И чем крупнее роль, тем отчетливей это бросается в глаза. Правда, Кендра? Хэмонд! Я думала, что ты был мертв. Ты должен идти к чистому воздуху. Ты не сможешь помочь Айзаку в твоей состоянии. Хэмонд? Я думала, ты погиб. Тебе надо выбраться на чистый воздух. В таком состоянии Айзаку ты не поможешь. Айзак, можешь слышать меня? Это Кендра. Айзак, ты меня слышишь? Это Кендра. Что это? Я не знаю, что-то в комнате с нами. Это еще что? И найдите этот рог как быстро ты можешь. Что это было? Давай, если поскорее найти этот проклятый Икс. Что это? Будь то некоторая отстраненность или нежелание повышать голос, мисс Дэниелс на фоне Хэммонда выделяется невыгодно. Кендра, возьми этот элевейный обратно в line. Погода dead. I can't. Then we root the damn power. Цепи обесточены. Не выйдет. Так найди где есть питание. К последнему как раз претензий, что удивительно нет. Но у меня есть задание, и я намерен его выполнить с вами или без вас. Я ясно выражаюсь? What the hell? Что за... Без мата это звучит странно даже порой. Моментами. Хорошо, что ты... Не снимай шлем. Воздух отравлен. Как бы через мат все равно передается какая-никакая одна эмоция. Все равно она есть, она присутствует. Come on. И нет, Кендра-то озвучено хорошо. Большую часть времени. Get in there and kill it before I contaminate the entire ship. Иди и прикончь его, пока он не зародил весь корабль. Why did they open the pod, damn it. Оба черта не открыли капсулу. What the hell were you thinking? Were you trying to get us killed? О чем ты думал? Ты нас всех угробить хочешь? I just saved our asses, Miss Daniels. Я спас наши задницы, Miss Daniels. If we had aborted at that speed and distance, we'd have smashed right into the side of Ishimor. Попробуем и отменить стыковку на этой скорости, нас бы размазало по борту Ishimor. Settle down. Let's get to work. А теперь успокойтесь, за работу. Corporal, report. Corporal, отчет. Просто это не отменяет того факта, что некоторые упущения имеются. Что касается и всех второстепенных персонажей. Любой из которых, несмотря на приведенные ранее примеры, все равно озвучен достойно. Эндерсон, for God's sake! Эндерсон! Бога ради! I just can't understand, who would do this. If it's one of those crazy unitologists bastards, I'll break their neck! Не пойму, кто это натворил. Если один из чокнутых юнитологов, клянусь, я сверну блюнку шею. You can't stand in the way of God's plan. Достаточно эмоциональненько. Ты не в силах помешать Божьему промыслу. Естественный порядок. Ты так же слеп, как и все. Ну даже повторили шепот, даже серьезно вот это передали. То есть не стали на это плевать. Это не ступит. Мы были так ступит. Это источник телепатического контроля некроморфов. Мы были глупцами! И не только в подобных эпизодах, сравнительно спокойных, но и в действительно экстремальных ситуациях. Кмур! Кмур! Доберем! Гол! Помогите! Ради Бога, помогите! Спасите! А-а-а! А-а-а! Помогите! Кто-то поможет мне! Пожалуйста! А-а-а-а! Помогите! Кто-нибудь, помогите мне! Умоляю! Помогите! Это прям, ну реально не дурно, на самом деле, это так-то. Чтоб так покричать еще в микрофон. Это надо, ну, все равно даже кричать вообще сложно, на самом деле, иногда бывает. И голос сбивается довольно-таки вот так вот, просто так по щелчку прям. Белый лоб пациента обработан, нанесены необходимые метки. Что вы собираетесь делать? За вычетом редких косяков, порожденных отсутствием, скажем, комментариев к уложенному тексту, в результате чего классический психологический прием под названием... Хрен его знает, я не психолог. Но тот, где ты называешь собеседника по имени, чтобы расположить к себе, пропадает. Капитан, люди умерли внизу, убивают друг друга. Это чудеса, трансформация, которую юнитология нам教ает? Доктор Терренс. Там всегда будет риск. Внизу гибнут люди. Они убивают друг друга. Это что, и есть та трансформация, о которой говорит юнитология? Доктор Терренс. Или пропадают голоса. Доктор Терренс. Ну, типа, ну зачем? Ну ты так, сойдет, ну камон. Ну ладно, ну хорошо. А по закону сохранения хаоса в локализации, количество пропавших... Зачем париться этим маленьким кусочком? ...в замкнутой системе равняется количеству возникшего. Возникшего идиотского голоса, к примеру. Ты готова, мистер Терренс? Конечно, ты. Ты не боишься. Многие говорят, что это лучшая отечественная локализация. Так ли это? Мое мнение, нет. И я не хочу принижать заслуги людей, ответственных за локализацию Dead Space. Они молодцы. Но называть ее эталонной, говорить, что сейчас делают хуже, сомневаюсь. Не, ну отчасти хорошо. Передают эмоции где-то. Да, чуточку иногда что-то доковеркается. Но, тем не менее, тем не менее, я очень впечатлен, насколько передают даже и крики, и, в принципе, какие-то эмоции все равно там есть. Нет такого, что просто бесчувственно читают микрофон, заучено текст. Хотя не заучено, а, в принципе, читают с отдельных экранов или откуда там, я не знаю, как это происходит. Тем не менее, тем не менее, есть эмоции, есть какая-то душа у этого всего. Косяков в переводе меньше, чем в Far Cry или Uncharted, да. Но обусловлено это тем, что, во-первых, косячить тут негде. Во-вторых, те ошибки, которые могли бы здесь еще в придачу к перечисленным возникнуть, все равно не повлияли бы ни на что. Такая игра и такие персонажи. В-третьих, большая часть текста вообще не нуждается в укладке, по описанным ранее причинам. А когда нужда возникает, случается и уникальный пи***ц. Это как-то связано с артефактом, который нашли на планете. Они называют его обелиск, но информации по нему мало. Понимаете, силы, которые мы разбудили, куда более могущественные, чем можно представить. В современных... А, ну давай ускорим немножко. В играх я такого рэпа слетую не припомню. Просто на ускорки, на ускорки нам же это надо. Магни в счет, ибо там речь ускорялась программно, а здесь налицо халтура укладчика. Геральт! Я сейчас не расположена к шуткам, особенно к дурацким. Дубляж отличный, да, согласен. Но говорить, что он лучший из когда-либо сделанных, ставить его в пример, не могу. Потому что как бы этот дубляж ни был хорош, он прекрасно себя чувствует в стенах Ишимуры. Но поставь его на один ринг с современными локализациями сюжетно-ориентированных игр, он окажется до ужаса простым и пресным, в сравнении с куда более живой озвучкой персонажей, созданных уже не по отголоскам безликих героев, что доносятся из аудиологов, разбросанных по кораблю. Как здесь. Я не хочу такого. По крайней мере, если у меня не будет конечностей, я не смогу убивать, даже если заражусь. Ах! Ах! Господи! Ах! Я замечу так же, все равно, даже здесь, даже здесь, здесь все-таки найдет, найдет все равно свои тонкости. Казалось бы, Dead Space, блин, ну камон, что можно тут-то докопаться? Да как-то хотя бы вообще в принципе. Ну нет, есть, есть. Ну правда, ну камон, ну как, как это так? Еще одна! Еще одна! Из-за отсутствия постановки, даже подобная, довольно атмосферная зарисовка, вызывает меньше эмоций, чем простое, казалось бы, О, 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 НЕ, 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 НЕ! В подобных условиях. И озвучка в таком проекте работает не на какие-то интересные образы, а на повествование и атмосферу. То есть грубо говоря, выполняет роль рассказчика и шумов, нагоняющих жути. И с этой задачей локализация бесспорно справляется, так что это хорошая локализация. Я ставлю под вопрос лишь распространенное убеждение в том, что она лучшая. По тем же причинам в трудностях перевода не появится продуктов компании Blizzard. У нее нет игр, в которых дубляж и достоверность перевода были бы настолько же важны, как в экземплярах обычно здесь обозреваемых. Пара РТС, сетевой шутан, да две дрочильни, одиночная и многопользовательская. Старкрафт и Варкрафт. Как бы хорошо, пусть даже легендарно они не были бы озвучены, катсцены максимально абстрагированы от игрового процесса. А во время, собственно, игры в РТС, не знаю как вам, но лично мне абсолютно насрать, насколько хорошо будет поставлен такой же безликий, как персонажи Dead Space, голос, информирующий игрока о необходимости построить Зиккурат. Диабло, о чем вы? Игра про выбивание шмота. Overwatch. Многие, кстати, довольно агрессивно ругают локализацию этого шутера, но это сессионный мультиплеер, без сюжета, господи. Лишь бы дубляж уши не резал и все, больше... Мне в Диабло прям вообще зашла озвучка, мне прям вообще... Просто я испытал реальный кайф от Диабло третьего просто. Это пушечка. Да, в принципе, даже не было бы там и озвучки какой-то, даже была бы она корявая все равно. Но по мне так Диабло очень крутая игра, максимально классная игра. И она еще идет далеко-далеко-далеко-далеко из детства. Камон, каждый о ней знает. Каждый о ней знает, блин. Большего не надо. Сотни часов медитации над... Солдатой! Вражеские! Бэнбэ! ...к тому доказательство. World of Warcraft. Дикая концентрация раздражающих голосов. А все потому, что долгое время на озвучении, скажем, сотен ролей, сидело, скажем, 10 человек. Дмитрий Филимонов и так безжалостен к зрителю в выборе интонации для своих персонажей. А если он начинает еще сильнее коверкать голос, дабы по-разному озвучить десятки NPC, то реакция очевидна. Особенно учитывая жанр игры и то, что тебе приходится проходить по одним и тем же местам, а значит и слушать одни и те же голоса сотни раз. Перед путешествиями на вершину Утгарт я в один прекрасный момент вообще стал звук в игре отключать. Я с радостью уничтожу их во имя тебя! Ну что ж, враги плети! Враги плети, блядь, насколько же отвратительное дерьмо! Может оно, конечно, и в оригинале такое, не в курсе, так как безболезненно сменить озвучку на английскую нельзя было до выхода Дренора. We will never be slaves! Но суть в том, что Dead Space, как и продукты Blizzard, в качественной локализации нуждается гораздо меньше, чем современные сюжетные игры. Что иронично, хороший дубляж гораздо больше нужен второй Dead Space, где главный герой научился таки реагировать на окружение хоть как-то, и где уже за первые десять минут атмосферно поставленных сцен было больше, чем во всей предыдущей части серии. А официальная адаптация содержала лишь переведенный текст. Однако это уже совсем другая история. Именно так! Айзек, вы меня слышите? Айзек! We're killing strangers! We're killing strangers! Уууу, как всегда по затравочке музыка. Там дальше музычка, чисто по-другому. Смотри. Ну да, там всё музычка одна. Трек хороший, но если я буду его долго слушать, я не уверен, что целостность ролика останется в порядке. Что ж, ребята, достаточно интересное видео вышло. Добавлять было нечего. Я просто в первую очередь наслаждался тем, что, по моему мнению, в Dead Space очень хорошо всё озвучено. Пусть даже несмотря на то, что где-то Денис делал помарочки, там прям разбирал по кусочечкам. Тем не менее, мне казалось, что это что-то такое реально крутое, и что-то невероятное. Где-то брали моменты, что действительно я согласен, что это сделано с душой. Вот. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. И увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok